На календаре 23 июня В такой же июньский день 1902 года на Саратовской улице, сегодня это улица Фрунзе, осветили место закладки нового костела. Еще в середине 19 века идею строительства католического храма высказал купец Егор Никитич Анаев. Возведение храма долго откладывалось, но вот наконец работа по его постройке закипела. Автором проекта стал известный московский архитектор польского происхождения Фома Осипович Богданович. Католический костел и по сей день остается одним из главных и узнаваемых архитектурных шедевров Самары. А 23 июня 1941 года, во второй день Великой Отечественной войны, состоялись первые концерты артистов Куйбышевской филармонии на воинских площадках в призывных пунктах. В тот же день в советской газете «Правда, начавшаяся война» впервые была названа Великой Отечественной. Начиная с 1943 года на сцене Куйбышевского театра драмы блистала Вера Александровна Ершова, а 23 июня 1977 года любимой куйбышевцами актрисе за большие заслуги в развитии театрального искусства присвоили почетное звание народной артистки Советского Союза. В один день 23 июня «Правда, в разные годы» на свет появились. Известная поэтесса – одна из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века Анна Ахматова, телепродюсер, тележурналист, один из авторов и ведущих программы «Взгляд» Александр Любимов, а также популярный эстрадный певец, заслуженный артист России Валерий Меладзе и многие другие знаменитости. Именинным пирогом в этот июньский день угощают Антонины и Анны. А в народном календаре сегодняшний день называется «Знамение Тимофея» и вовсе не случайно. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение. К примеру, если в этот день по гумным вереницами бегали мыши, это обещало голодный год, а если по полям утром бродили стаи волков, ждали падежа скота. В народе говорили «Тимофеевские знамения грозой грозят». И счастливым называли то село, где ни одному человека ничего подобного не привиделось. Это все, что мы успели вам рассказать про 23 день июня. Всего вам самого доброго и только приятных предзнаменований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова